Людвиг Фейербах. Весьма важная фигура для начала 40-х Германии, когда там идёт движение младо-гегельянцев. Вот именно в 41-й его и надо. Это вот самый такой пик их деятельности. И, собственно, это переходная фигура между Гегелем и Марксом в какой-то степени. Ну, неверно там прям чётко говорить. Ну, в общем-то, марксизм происходит от Фейербаха, но сразу начал с критики Фейербаха. То есть, нельзя сказать, что прям вот, допустим, Фейербах учился у Гегеля, а Маркс у Фейербаха. Нет. Конечно, они все напрямую учились у Гегеля, потом они сформировали группу левых гегельянцев, а потом они раскололись, короче. Но некоторые идеи Фейербаха при этом Марксу суровы. Фейербах сын юриста был. Он учился сначала теологии, то есть, чуть не стал попом, хотя это главный критик религии в то время потом будет. Когда он изучал теологию, он усвоил идеи Гегеля, которые тогда были популярны, и потом даже слушал самого тоже Гегеля. То есть, в принципе, можно сказать, что ученик Гегеля, он слушал лекции Гегеля непосредственно. Учился он в Эрлангенском университете там по естественным наукам, и с 1828 года он вузовский преподаватель. То есть, вот статус Фейербаха, первоначальный, когда он свои работы выпускает, это университетский препод в Германии. Видимо, в качестве учебников для своих студентов он выпускал первоначально обзоры по истории философии. Первое значительное произведение Фейербаха – это история философии от Бекона до Спинозы, то есть история философии нового времени. Она полностью под влиянием гегельянства, Фейербах стоит на позициях пантеизма и фактически там продвигает везде Спинозу, в книге 1933 года. Конфликта с религией там явно нет. Дальше он выпустил исследование от Спинозы до Лейбница, то есть писал фундаментально, как обычно немцы там засели и все систематически работает. Пытался написать фундаментально всю историю философии нового времени с 16 века. Потому что Бекон фактически всю схоластику уже отменил, и с Бекона заново все перезагрузилось, это все верно. Значит, написал он про Лейбница, потом он написал про Пьера Беля в 1838 году. По мере того, как он все их работы исследовал, видимо, он частично писал, чтобы сам разобраться, как это часто бывает с интеллектуалами. Он все больше приходил к атеизму и к тому, что философия и религия, как таковые, противоречат друг другу. Это очень важный тезис, потому что официально в первой половине 19 века везде сохранялась религия, как такой официальный институт. Поэтому, естественно, все там официальные структуры доказывали, что философия и религия друг другу не противоречат, философия и наука друг другу не противоречат. И эта тенденция в Германии так вот и шла. И в Германии академические ученые немецкие выпускали вот прям и в начале 20 века всякие книги о том, что протестантизм способствовал рыночной экономике и науке и так далее. Это все просто апологетика религии под заказ этой самой религии. То, что этим занимаются академические профессора, ничего не значит. Это значит, что им платит государство, чтобы они оправдывали религию. Так вот, Фейербах, хотя был профессором, он все-таки избрал истину, а не кафедру. И поэтому в третьей своей части истории философии, на материале философии Пьера Бейля, он говорит, что философии и религии полностью противоречивы. Они не могут быть вместе. То есть философ не может быть религиозным. И наоборот. Ну, о чем говорил, в общем-то, Эйсенека и все основатели философии? Да это еще Сократ сказал, что или мы разуму верим, или мы верим в привидения. Почему философия и религия по Фейербаху никак между собой не могут быть даже связаны? Потому что религия основана на подчинении авторитету, а философия основана на свободном разумном исследовании явлений. Они никак не могут быть. Потому что или ты получаешь какие-то сведения от других, и ты принимаешь их на веру. Или ты сам все исследуешь, и ты сам приходишь к каким-то выводам. Тут или одно, или другое. Поэтому, кстати, я постоянно негативно называю слово религия, да, хотя я сам, в общем-то, к образу мировых религий прибегаю, да, интерпретирую тут гностицизм и манихейство на канале, и буддизм тоже. Почему? Вот опять же и Сенека тоже, просто я Сенека цитирую, я недавно его тут излагал, да, я его хорошо помню, недавно было это. Сенека тоже об этом говорит, что наша позиция исследовательская. То есть мы не, хотя мы определенная философская школа, там, говорит Сенека, они там и в Бога верили, и в фортуну, то есть в определенное предназначение. Но наша позиция не такова, что вот кто-то, так сказать, сказал, и мы верим. А наша позиция исследовательская, мы исследуем разные точки зрения, в том числе и противоположные нам. Вот этим принципиально отличается религия от философии. То есть, стоя на каких-то определенных философских позициях, например, на позициях дуализма, я стою там и так далее, тем не менее, моя позиция исследовательская, я не принимаю какой-то информации только в силу ее авторитета. В том числе и от сторонников тех же, в том числе и в той традиции, так сказать, которой я придерживаюсь. Вот это принципиально. Точно так же наука, пишет Фейербах, противоречит религии. Потому что наука основана на проверке реальных закономерностей явлений, а не на принятии чего-то в силу авторитета. В ответ на это немецкое правительство отреагировало, оно отстранило Фейербаха от преподавания. То есть, по мнению властей, наука – это то, что наукой называется. Наука – это то, что власти объявили наукой. А свободное исследование – это, значит, не наука. Поэтому Фейербаха выгнали из академических ученых вот за такие утверждения. Что наука не должна подчиняться никакому авторитету, а также философии и религии никак не могут друг с другом вообще. Они никак не сочетаются. В силу того, что как раз философия исследует мир свободно. Но я могу дополнить, что и рыночная экономика и религии никак не сочетаются. Потому что рыночная экономика основана тоже на проверяемости, на том, что ты должен найти наиболее выгодное применение своим капиталом, на том, что ты должен получить выгоду. Вот на чем рыночная экономика основана. Что все принимают рациональные решения, чтобы получить максимальную полезность. А если в рыночной экономике действуют авторитеты, извините, видели мы в 90-е эти авторитеты. Авторитет в рыночной экономике просто означает, что ты сам не выясняешь, что тебе полезно, а тебе приходят, говорят, ты будешь делать так и так. И кто это делает? Грабители. То есть в рыночной экономике религия, принцип авторитета выступает как грабеж. Поэтому даже и базара не может быть, как они опять эти апологеты этого всего, религии, говорят, что якобы там религия способствует экономике капиталистической. Нет, они противоречивы по самому принципу. Потому что принцип экономики тоже проверяемость. Принцип рыночной экономики это проверяемость. А принцип религии это не проверяй. Это делай так, как тебе сказали. А это противоположные принципы, поэтому религия не может не только не помогать ни экономике, ни науке, ни философии, но она во всех отношениях им противоречит. Собственно, об этом прекрасно понимали и говорили все это еще античные философы в большом количестве. Фирбах тут совершенно прав. И за это мы религию и не любим. Вот за сам принцип авторитета. Все остальное, так сказать, меня не интересует. Если там человек что-то излагает, доказывает, это уже философия. Если он ссылается хоть на какой авторитет, в подтверждение любых непроверяемых сведений, то это религия и она должна быть устранена. С большой точки зрения, так сказать, с точки зрения Бога, если уж такие слова говорить, любая религия это ложь и насилие. Принцип авторитета это принцип насилия, а принцип не проверяй чего-то это ложь, принцип лжи. То есть, вот я тебе говорю, а ты это не проверяй. Так делают мошенники, это ложь. Таким образом, вот в некоем таком большом смысле, религия это против Бога. Это богохульство, это попытка подменить, какой-то авторитет подменяет самой Бога. Может быть, Бог по другому миру строил, а я должен верить авторитету, но не Богу. А чтобы узнать, как Бог устроил мир, я должен проверить, я должен провести научные исследования. Поэтому получается, что подлинное богослужение это наука и философия, но не религия. Религия это мерзость. Но в той или иной форме, на самом деле, многие мистики Востока и Запада об этом и говорили, что религия, она мешает, на самом деле, истинному познанию Бога. Какой-то дурак сидит, прочитал какую-то книжку, сам этого не переживает, сам этого ничего не знает, сидит, так сказать, указывает. Ну, очень многие деятели, чисто, так сказать, религиозные на Востоке, постоянно с этим сталкивались и всегда говорили, что это проблема для подлинного познания Бога. Поэтому в этом отношении даже вот такой атеист-материалист Фейербах на самом деле, как бы, выполняет предназначение Бога. По критике этих всех религий, совершенно ненужных и сатанинских. Ну, так вот, его из преподов выкинули. Он остался без средств, бедствовал там, как попало, перебивался. Он писал свои книги, книги ему не запрещали, так как все-таки был более-менее либерализм. Ну, и вот в таком бедном положении, живя там на какие-то пожертвования, на доходы с книжек незначительные, он написал свои основные работы в Фейербахе «Философия и христианство», а также работа «Сущность христианства». После этого он написал также работы «Основы философии будущего», «Сущность религии» и вот это, собственно, основное наследие Фейербаха. В основном это 40-е годы, поэтому я его сюда отношу. Ну, замутил он хорошо, потому что многие его поддержали, они создали движение неогегельянцев. Вот в этих работах он стоит уже на позициях материализма, и материализм именно в форме, которая была у Фейербаха, был усвоен Карлом Марксом. В этом плане он предшественник марксизма. Энгельс считает, что вообще Фейербах – это конец классической немецкой философии. Есть работа Энгельса, Людвига Фейербаха «Конец классической немецкой философии», где Энгельс говорит, что в плане идеализма, в общем-то, до полного финала дошла немецкая философия в виде Гегеля, а в плане материализма до Фейербаха. После Фейербаха уже, в общем, никакой философии, видимо, новой в Германии не будет, Энгельс говорит. Причем через 50 лет это пишет. То все, после Фейербаха уже марксизм и классическая философия завершилась. Потому что все они уже разобрались, и все они обсосали, что только можно будет. Ну, Энгельс, конечно, заблуждается, потому что философия будет раньше, и дальше развиваться. Но с точки зрения марксизма, вот это понимание надо зафиксировать, что с точки зрения марксизма классическая немецкая философия кончается на Фейербахе. Дальше уже марксизм и современность. Но он так бедно и прожил довольно долго, до 68 лет. Дальше его никогда не возвращали на профессорскую кафедру, он был независимым интеллектуалом. Естественно, когда к власти пришли марксисты уже в Германии, то они его там прославляли, понятно, что много ему памятников. На самом деле, правильно поступил, я тоже такую же позицию занимаю. Я же тоже бросил академическую науку. Аспирантуру бросил, да? Даже еще и сразу и в аспирантуре было понятно, что они там наукой не занимаются. Лучше быть не академическим философом. Если уже мы исходим из того, что подлинная наука отрицает авторитеты, тогда лучше не числиться ученым. Вот эта позиция Фейербаха тоже симпатичная, и о ней, кстати, все время говорили и греческие тоже философы, то есть в основании самого дискурса европейского, философского. Что если ты где-то работаешь на государство, то ты неизбежно будешь подчиняться какому-то авторитету, хотя бы авторитету твоего начальства вузовского. Ты все равно будешь делать их заказ. А это тебя лишает статуса интеллектуала. Интеллектуал должен быть полностью независимый. Поэтому если ты интеллектуал официальный, допустим, там какой-нибудь доктор, там наука, все такое, то мы уже сомневаемся в том, что ты интеллектуал, потому что тебе дали внешний статус, какие-то социальные структуры. А если бы ты был действительно, так сказать, интеллигентом и философом, то ты бы в этом статусе не нуждался. И если они тебе его дали, это только значит, что они тебя признают, и ты им выгоден. А это уже заставляет подозревать все это дело на социальный заказ. Это заставляет нас подозревать тебя, что ты на них работаешь. Позиции очень внятные и озвученные еще в античной философии. То есть подлинная интеллектуальная позиция – это как раз в вузе не работать. Официальным ученым не числится. И эта позиция для многих ученых и гуманитарных, и технических 19 века характерна. Я тут постоянно про них рассказываю. Большая часть всех изобретателей ни в каких вузах не числилась. Были ученые академические, которые что-то открывали, но немного на самом деле. Потому что там преподавание, там система определенная, там другие задачи. Исследовательский ум – это нечто другое. Большая часть всех философов, гуманитарных исследователей, европейских, тоже не были официальными преподавателями вузов. Маркс тот же и так далее. Ну, в общем, об этом еще много будем говорить. То есть позиция неофициального интеллектуала, которую я занимаю, она максимально свободная и критичная. И это и требуется для интеллекта. Поэтому тут я Фейербаха совершенно разделяю и, собственно, его судьбу приветствую. И у меня такая же. То есть я предпочитаю быть свободным и не иметь никакого определенного статуса социального, который тебя сдерживает, и доход от частных каких-то операций иметь, а не от государства. И это и делает тебя свободно мыслящим. Ну так вот, короче, хотя он был уже свободно мыслящий, и никакого статуса не было, замутил он хорошо. Они собрали группу, по большей части тоже из всяких преподов университетских, которых потом всех выбрасывали с кафедры за участие в этой группе. То есть такое неформальное движение людей с высшим образованием. Входили Штраус, Бруно Бауэр, Фейербах, это руководство, такие лидеры. И к ним же примкнули Макс Штирнер, Карл Монокс, Фридрих Энгельс. Ну и там много еще всяких было других. В принципе, на младо-гегельянцев ориентировался также Бакунин, который был, конечно, в России, но он их читал там более-менее, и он это тоже все воспринял. Значит, младо-гегельянцы также называются левые гегельянцы. Сформировались они уже в конце 30-х годов, когда выперли Фейербаха, и когда Штраус написал книгу «Жизнь Иисуса», резко критикующую религию, и его тоже начали гонять. И вот примерно Штраус с Фейербахом объединились и создали эту движуху. От классических гегельянцев отличается прежде всего в плане отношения к религии. Левые гегельянцы считают религию злом. Бакунин, левый гегельянинц, говорил, что деспот на земле нуждается в деспоте на небе. Все левые гегельянцы религию критикуют в резкой форме, чем меня тоже занимают, да, и верно делают. Они доказывают, что никакое рациональное опознание в религии невозможно, она во всех отношениях вредна. И вот этот вред они доказывали разными способами, исторические. Кстати, они первые начали систематическую критику Евангелия, показывая, что эта книга составлена из разных источников, что она не является результатом божественного откровения, ее составили люди, вписывали туда какие-то там свои взгляды, часто противоположные. И это все подтвердилось именно на... Кстати, библейский анализ современный основан все еще на работах младых гегельянцев, потому что они заложили это все, то есть исследование объективной Библии. И оно действительно показало, что те тексты, которые у католиков, это, конечно, результат длительной редакции на протяжении веков людьми с разными взглядами. То есть учение Христа мы можем только реконструировать из этих текстов, они его не содержат. Они содержат какие-то противоречивые взгляды, больше чаще социально обусловленные политикой их церкви, конфликтами разных сект. Ну, об этом я уже много говорил и, возможно, еще и буду. Вот, значит, у них был докторский клуб такой, где они встречались. Они издавали журналы. Первоначально правительство ничего не делало, думало, что это очередное движение интеллигенции, не опасное политически. Однако, где-то с 1940 года к власти пришел консервативный король, новый был министр просвещения, и они, по крайней мере, начали вышибать младогегельянцев из вузов. То есть вот тем младогегельянцам, которые еще оставались преподавателями вузовскими, их увольняли за атеизм. В начале 40-х. В конце 30-х только точечно, Фейербахова уволяли к самому главному. А потом всех начали. То есть запрещали вот эти исследования, чтобы они проводились официально в университетах. А какие исследования? Критика религии, исследования в области христианства, каково было истинное христианство, почему его исказили, каким образом. Вот эти исследования запрещали. И увольняли из профессоров, если кто-то этим занимался. А они занимались этим активно. К середине 40-х группа раскололась. Во-первых, отделились анархисты. В 1844 год Макс Штирнер пишет книгу «Единственная и его собственность», где критикуют Фейербаха и Бруна Байера в том числе. И про Штирнера я буду в 1944 году разговаривать. Штирнер, конечно, это анархист, я тоже анархист, про Штирнера будет много. Но надо сказать, что Штирнер относится к этой группировке исторически. А в 1945 году Маркс и Энгелес наехали и на Бруна Бауэра, и на Фейербаха, и на Штирнера. Вот в 1945 год рождение марксизма. Ну и Маркс я тоже, конечно, буду говорить, и там про это будет. Вот в 1944 год отделились, короче, анархисты, и в 1945 год марксисты. Все, получилось у них три группировки. Это мейнстрим, который, собственно, Фейербах и Бруна Бауэр себе представляли, да? Анархисты и марксисты. Все, неогегельянцы на этой точке распарились. Сейчас я буду, соответственно, про Фейербаховскую группировку, которая исторически первая была. А потом уже в следующих там клипах Штирнер и Маркс уже отдельно, конечно. Значит, Фейербах. От Гегеля что они берут? Диалектику. Диалектику они понимают так, что все развивается, и любые понятия нужно анализировать в зависимости от точки исторического их развития. То есть каких-то вечных таких понятий нет. Диалектика. То есть постоянно развивается, и нужно анализировать исторический, социальный контекст, для чего мы это понятие употребляем. Но это подробно у Маркса и Энгелеса рассказывается. Это, в принципе, они взяли у Фейербаха. Ну, точнее, у Гегеля глазами Фейербаха. Однако, ну и метод саморациональный. То есть Гегель считал, что нужно всю действительность интерпретировать прежде всего разумом. Это тоже они разделяли. Однако, они не принимали положение Гегеля о том, что все действительное разумно. То есть Гегель-пантеист, он считает, что в мире реализовался некий вечный и правильный разум, постоянный. Ну, вот Бог фактически, да, такой, не безличный. Бог понимаемый как высший разум. Он во всем мире реализовался, и поэтому, раз разум, так сказать, в мире раскрылся, слово творение там нельзя для пантеистов употреблять, раскрылся разум в мире, проявился, то поэтому весь мир разумный. Так как левые были к социальной действительности критически настроены, они это оспаривали и не принимали этот тезис. Это раз. И второе, конечно, Гегель пытался религию вписать в свою систему, а эти ребята категорически религию отвергали. Они в себе атеисты были. Кроме того, они уже начали критику общества. Фейербаха ее умеренно ведет, но наезжает. То есть вот это вот все преклонение Гегеля перед бюрократией, перед социальными структурами. Даже и для Фейербаха не характерно. А все радикальные участники этой группировки все потом пошли в анархизм и марксизм. То есть стали все радикальными революционерами. Маркс в целом критикует, тем не менее, Фейербаха в основном по двум пунктам. Он говорит, что Фейербах сводит все ко критике религии. Это важный аспект, но он ограничен. Нужно заниматься критикой общества, потому что религию прежде всего общество порождает, позиция марксизма. Поэтому нужно основной акцент делать не на фигуре Бога, а на фигуре капиталиста. И второе, Маркс говорит, что критика младо-гигельянцев была теоретическая. Они считали, что нужно какие-то идеи распространить, новые, и мир изменится. Но это ничего не даст, говорит Маркс, и для осуществления идеи нужна практическая сила. Ну то есть понятно, Маркс считает, что пиздеть по кафешкам не поможет, надо взять бомбу и хуйнуть какого-нибудь, блядь, мента. И вот это, так сказать, по мнению Маркса поможет. А болтовня Фейербаха о том, что Бога нет, не поможет. Но вот эта экстремистская позиция, она для ранних марксистов характерна, и периодически в марксизме всегда восстанавливалась, потому что ее Маркс и сказал. Что же касается Фейербаха. Значит, основное положение материализма, которое Фейербаха выдвинул, что истина и ощущения тождественны, что истину мы познаем в ощущениях. То есть Фейербах говорил, очевидно, только чувственное, только там, где начинается чувственность, исчезает всякое сомнение и всякий спор, поэтому чувства и есть органы познания основные. Эта позиция еще в античности критиковалась, и Гегель тоже говорит о том, что чувства текучие, чувства должны какими-то понятиями описываться, чтобы мы получали точные знания. Но вот Фейербах стоит на позициях сенсуализма. То есть он считает, что по сути никакие общие понятия не существуют отдельно. Общие понятия это только инструменты для познания чувств. И это все пошло потом в гносеологии марксизма, и так у нас в советской школе всегда учили, что любые понятия только обобщают чувственную реальность. Ну и все-таки, если в контексте 40-х, то он близок к конту. То есть несмотря на то, что, как и конт, он признает только опытный разум, то есть опытные только данные, только данные опыта, никакие теоретические положения не работают. Тем не менее, он считает, что данные опыта должны рационально осмысляться, после чего мы придем к какому-то объективному знанию. То есть хотя опыт текучий, есть некая объективность, к которой мы должны прийти научными методами через исследования. Это позиция близкой позитивизма конта. То есть нет у нас, конечно, никаких авторитетов, в том числе и авторитетов философии метафизических, нет никакой реальности за пределами наших ощущений. Это да, это тоже позитивисты говорят. Но тем не менее, есть какое-то достоверное познание, так скажем, научное, к которому нужно прийти. А вот как прийти к достоверному познанию, вот дальше философия науки в лице позитивистов очень много про это. Молола и говорила, и кое-что к чему-то пришла, о чем я буду очень много потом, так как я сам позитивист. Просто я сам, это самый общий момент, как у которого общего Фейербаха и Конта, и получается общий между материалистами и позитивистами. Какой? Что нам доступны действительно только ощущения, но мы пытаемся из них получить какое-то достоверное знание. Тем не менее, мы верим, что знания можно получить. То есть хотя ощущения меняются, нас обманывают, знание достижимо. Нужно найти процедуру, которая позволит нам достигать знания. Вот задача поставлена. Эту процедуру потом искали позитивисты очень долго. Ну и до сих пор ищут. Это раз, однако у Фейербаха еще любовь, которая у него еще и в познании существует. Ситуация какая? Все немецкая классическая философия постоянно сомневается в существовании чего-либо, кроме человека самого. Тескан тоже еще пошло, да? Они все ищут основания для бытия других. Вот для Фейербаха основания для того, что другие тоже существуют, на самом деле доказать, что другие существуют невозможно. Я тут тоже периодически возвращаюсь. Проверяемая позиция это с аллипсизм. Вот, как говорится, нравится вам, не нравится, танцуй, моя красавица. Невозможно доказать, что другие люди существуют. Так как любые наши представления о других людях это просто наши ощущения, там или мысли, опять же наши, наши, да? То есть мы не можем доказать, что другие есть, что мир не иллюзия. Ну так вот, а хочется? Так вот, Фейербах то что говорит? Как мы познаем, что есть объективный мир? Через любовь. Вот, когда мы искренне любим кого-то другого, это и есть истинное онтологическое доказательство бытия предмета вне нашей мысли. То есть, если мы какой-то предмет любим, это и есть доказательство, что он есть. Вот Фейербах говорит. Но так как он считает, что ощущения, это же вообще органы познания. Вот если мы так ощущаем, что есть внешние объекты, и мы его любим, вот значит он и есть для нас. Вот, что говорит Фейербах. Ну, эта позиция позитивистами обсасывалась тоже, и тоже я потом буду говорить. Мне она кажется слабой, конечно, потому что, ну вот даже любовь, это все равно мое личное ощущение, и она направлена на образ этого объекта или кого-то другого внутри меня. То есть, любим мы на самом деле то, что мы себе придумали. Я его слепила из того, что было. И если даже, да, мы какой-то объект любим, не знаю, допустим, пирожок. Вот у нас все-таки образ пирожка как такого вот объекта, который нам даст счастье, и поэтому мы его любим. Все равно это все внутреннее. Даже вот в этой идее симпатии это образ внутренней, выхода нет к чему-то вне сознания. Все равно только сознание получается. Но это вот мои аргументы, да. Но я же это личный канал, я комментирую. А вот Фейербах, да, считал, что если мы любим, допустим, пирожок, это доказательство, что есть пирожок. Потому что о чем мы тогда были любимы? Ощущения, они и есть все истинные. Вот у нас есть ощущение, что есть пирожок, значит, есть пирожок. Например, так. На этой гносиологии любви основана также и этика любви у Фейербаха. А именно он говорил, что этика в любом случае основана на стремлении людей к счастью. То есть люди свои поступки все равно основывают на том, что они хотят быть счастливы. Это демонистическая этика. Не на внутреннем чувстве долга, как там Кант рассказывал, и не на всяких там, значит, фихто-гегелях, а вот просто человек хочет быть счастлив, и вот на этом его поступки основаны. Поэтому нравственности без блаженства не может быть. Вот Фейербах сказал, нравственность без блаженства это слово бессмысла. Нравственность в том и заключается, что человек выбирает какие-то способы достижения счастья, которые ему максимально добавят. Сущность нравственности, пишет Фейербах, заключается в блаженстве, но не в блаженстве одиночном, а в многостороннем, распространяющемся на других. То есть моральным является счастье, которое ты хочешь доставить другому. Вот опять тут идея любви, этика любви. То есть все стремятся к счастью, но высшее счастье, говорит Фейербах, в том, чтобы счастлив был другой. Вот у него получается, мы придумываем этих других, это у меня получается, вот у него получается так, что мы любим каких-то других, это доказывает их существование, и наш этический акт заключается именно в том, что мы хотим, чтобы эти другие были счастливы. Он говорит, что вот это познание это обнаруживает, что мы постоянно что-то любим, и мы хотим, чтобы потом было счастливо. На этом основана этика. При этом он говорит, что да, возможно противоречие между личным счастьем недолгом, но у нравственной личности она ликвидируется, потому что нравственная личность она стремится к счастью всех. Вот поэтому она, собственно, и нравственность лучше, чем безнравственность. Потому что нравственность это стремление к счастью всех, и тем самым ты тоже будешь счастлив максимально. Поэтому даже самопожертвование, то есть когда ты сам себя уничтожаешь ради других, это все равно счастье. И при этом счастье исходит из того, что ты именно счастлив, то что другие получаслив, Даже если ты погибнешь, допустим, на войне, другие будут от этого счастливы. И поэтому ты себя приносишь в жертву и погибаешь на войне. Вот рассказывает Фейербах. Все равно в основе тут порыв к счастью, но счастью не своему, а других. И вот в этом нравственность героического поступка. Значит, гносеология любви и этика любви. Я крайне скептически к этому отношусь, но просто излагаю то, что было у Фейербаха. Я отношусь уже к гносеологии скептически. Я считаю, что мы других просто придумали, а если придумали, то и какая тут любовь может быть. Это воображаемые сущности. Такие же, как боги у Фейербаха. Религиозные сущности. Но они не обнаруживаются, а что? Нет. Ну вот, это значит, как бы то, что он считал сам разумным. Но Фейербах известен также развернутым учением о религии. То, что он считал неразумным и злым, и неправильным, это религия. Религия критиковалась еще в XVIII веке интенсивно, но он на новый этап вышел. Я тут пересказывал уже многих критиков религии XVIII века, атеистов, материалистов. Они два момента говорили. Религия – это обман, то есть это плод суеверия. Религия утверждает какие-то вещи, которые проверить нельзя. Рассказывает нам о том, что какие-то вещи работают, а они не работают. Поэтому религия – зло просто потому, что обман. Ну, я тут в яркой форме эти аргументы часто привожу. Например, вот, если мы поставим попа возле токарного станка, и он будет какой-то религиозный обряд выполнять. Поп утверждает, что от его религиозного обряда какая-то польза есть. Но очевидно, что сколько поп там не будет, что-то там кричать на каких-то непонятных языках, вал у токарного станка не закрутится. Вот это, собственно, еще французские просветители на этом основали. Раз вал не крутится, то он просто нас наебывает. Вот иди просто нахуй, мошенник. Вот ты берешь деньги, еб твою, а станок не крутится. Поставьте человека, от которого реально станок будет крутиться, инженера. А папа, пошлите нахуй. Вот позиция, значит, французских просветителей 18-го века. Потому что о чем он нам глаза мозолит тут рассказывать? Не работает, блядь? Иди. Найдите, кто это все дело запустит. А при чем тут какие-то боги и прочие хрени? Это первое. И второе, что у нас французские материалисты рассказывали, что религия используется властью, чтобы обманывать людей. Поэтому власти поддерживают этот обман. То есть, во-первых, это очевидный обман, потому что никакие обряды не работают. А во-вторых, почему этот обман у нас в обществе распространенно считается источником нравственности? Почему-то хотя как может быть обман источником нравственности? Ну вот, а почему у нас такое, так сказать, всеми, так сказать, превозносится? А потому что это выгодно власти. Вот власть это насильники, которые используют обманщиков. Власть угнетает народ, подавляет всю оппозицию. И для этого используют вот этих вот обманщиков, врунов. Вот это все расписывали еще Вольтер с командой. Фьербах говорит, что все несколько сложнее. Это все понятно, что они обманщики, что их государство поддерживает. Но все-таки люди бы туда, так сказать, так много бы людей в это не верило. Если бы это просто вот к этому сводилось. Поэтому Фьербах ставит проблему психологии религии. О том, что, видимо, люди все-таки что-то тут получают, несмотря на явный обман. И на явную часть в этом властей, которые являются социальными антагонистами людей. То есть, в принципе же, все равно все люди понимают, что власти нас грабят, что они, в принципе, наши социальные враги власти. Попы тоже, в принципе, социальные враги, потому что служат власти. Это и Фьербах понимал, это Маркс потом усилил, но это и Фьербах тоже говорил об этом. Но это об этом французы говорили. А почему все-таки люди этим богам-то молятся, и многие, так сказать, с ума сходят-то? Да и вообще-то известно, что религия, она зародилась и раньше государства, и до того, как вот были все эти обманщики и власти, все равно религика эта была. И Фьербах тут тоже исходит из своей этой антологии любви и говорит вот о чем. Что человек все время нуждается в том, чтобы что-то любить, но он не находит часто вокруг себя, чем он должен действительно любить. Не находит в себе объектов достойных любви. Поэтому он себе сочиняет богов. То есть он придумывает себе какие-то объекты, которые действительно достойны любви, и на них вот всю свою любовь обрушивает. То есть боги – это воображаемые друзья психологически. Вот подлинного друга нет, а ты придумываешь себе друга, и ты его любишь. Ты с ним разговариваешь, вот молитва – это разговор с воображаемым другом. Это от Фьербаха пошло. И таким образом религия все-таки дает счастье, так как человек счастью стремится, но она его дает вот за счет иллюзии, которую человек сам себе поддерживает, и вот за счет этого живет. А потом туда уже вклиниваются попы, понятно, что они мошенники. Просто вот сам человек-то почему хочет в бога верить, говорит Фьербах? Он хочет кого-то любить, но в жизни он не находит того, кто бы его любил. Поэтому он себе придумает некое идеальное существо, которое любить действительно нужно и можно, которое действительно достойно любви. Ну, кстати, вот этот конфликт между любовью к богу и любовью, допустим, к половому партнеру, он вообще известен во всех религиях. То есть когда, допустим, человек любит девушку, то к богу он охладевает, и про это очень много книжек написано. Поэтому тут что-то вот такое есть. Вот, ну вот эту идею он развивает уже на разном материале историческом фейербах и рассказывает вот на разных этапах развития человечества, как люди действительно искали идеал и искали его в религии. Получается, что все-таки, говорит, религия была полезна, она позволяла сформулировать идеал. Вот, допустим, непонятно же так вот, что является идеалом, что является самым лучшим. А вот когда люди говорят, допустим, о боге, вот они как раз и говорят, что они считают идеалом. Вот, допустим, бог добрый, бог все знает. Вот, значит, вот это для людей идеал. То есть религия позволяла идеал формулировать, она давала какое-то утешение, но сейчас это не нужно, потому что сейчас развилась наука и техника, которая позволит идеал сформулировать научно, а не путем придумывания несуществующих объектов. И техника, она позволит сделать человека счастливым без иллюзий. Вот наука и техника сделают человека счастливым, а боги будут не нужны. Ну, это то, что мы постоянно от атеистов слышали, да, но вот это опять же идея Фейербаха. Человек стремится к счастью, стремится к любви. Не находя их, он придумывает богов. Как эту ситуацию ликвидировать? Дать ему счастье. Ему тогда боги не будут нужны. Нужно дать ему счастье реально и прямо сейчас. Ну, это разумно, кстати, да и в Новом Завете это заявлено, что типа, если твой брат нуждается, а ты ему расскажешь ля-ля-ля, то иди ты нахер, ты помоги тому, кто нуждается. И Христос, кстати, об этом говорит. В этом плане они продолжают в какой-то степени христианскую традицию, даже атеисты, к этому я еще буду возвращаться. Ну, вот о чем говорит Фейербах, дайте человеку счастье сейчас. Не рассказывайте ему про богов. В принципе, это не помогает. Это самообман. И вот на этом надо концентрироваться, говорит Фейербах. Нужно развивать науку, технику, делать общество более справедливым. Это сделает человека счастливым, и религия будет не нужна. И уже не нужна, она уже вредит, потому что она уводит с этого пути. Вместо того, чтобы бороться за развитие науки, за социальную справедливость, за политическую справедливость. То есть, вместо того, чтобы улучшать этот мир, люди молятся несуществующим объектом. Ну, и именно Фейербаху принадлежит изречение, что человек создает бога по своему образу. Сперва человек бессознательно создает по своему образу бога, а затем уже этот бог сознательно и произвольно создает по своему образу человека. Это цитата из Фейербаха. Еще вот цитата из Фейербаха, что нужно превратить вас из друзей бога в друзей человека, из верующих в мыслителей, из молельщиков в работников, из кандидатов потустороннего мира в исследователи этого мира. Ну, тут я просто хлопаю просто, молодец. Вот это прям золотые слова у парня. Говорит, что надо из верующих превратить в мыслителей, вот из молельщиков в работников. Ну, герой нашего времени. Ну, Штирнер, конечно, его тоже последователи, анархисты, конечно, тоже из этого вышли. Слова золотые. Ну, также Фейербах сказал, что чем ограниченнее у кругозор человека, чем меньше он знаком с историей, природой и философией, тем больше он привязан к религии. Ну, это естественно, да. Сон разума рождает чудовище. Вот такой у нас замечательный человек был Фейербах. Естественно, поскольку академическая наука его выбросила, они его замалчивали. Его сочинения они не печатали, не обсуждали даже. Его обсуждали политические радикалы, типа Карла Маркса, Бакунина, Штирнера. Вот они его любили, и они о нем писали. Однако же Сенека, опять же, верно говорил, что толпа философа не должна интересовать. Что они там у нас обсуждают, они нас не обсуждают. Все равно нормально не обсудят, ведь не поймут. Все равно же они будут предпочитать свои суеверия, истине, разуму, любви. Так что, какое нам до них дело? Говорил старик Сенека. И судьба Фейербаха при всем отсутствии признания даже, и до сих пор она прекрасна. По сути, Фейербах-то и основал весь современный атеизм и значительную часть направлений от анархизма до марксизма. Продолжение следует...